Вы так и не показали, ваша пропаганда так и не ответила, вы не показали нам ни одной проповеди Кадырова-старшего, чтобы он проповедовал что-то кроме убийства и уничтожения, кроме насилия, чтобы он что-то проповедовал. Я еще раз хочу вам напомнить этот свой запрос. Вы совершили на меня нападение, попытались меня убить, но вы меня не только не убили, вместо этого я человека, присланного вами, обезвредил, передал его в полицию и он сейчас отбывает свое наказание, а я получил статус беженца в Швеции, долгожданный документ, который я не мог получить в нескольких странах. Даже это сыграло мне на пользу и вам во вред. Я хочу начать со своего вопроса, который был задан Кадырову еще на 23 августа, на день рождения Ахмата Кадырова. Я тогда запросил у них информацию, я попросил подтвердить ученую степень Ахмата Кадырова, ведь они постоянно заявляют о том, что он является ученым-богословом, что выдающийся человек знал просто виртуозно, знал религию Аллаха, там обучался экстерном, заканчивал все вузы. Вот, например, та вырезка, которую я вам показывал, давайте еще раз ее посмотрим. Оканчивал, говорит, там, где нужно было учиться пять лет, три года. В общем, вы видели это, был выдающийся, просто гениальный человек, бундеркин. Я тогда показал его встречу в Иордании, что он там пользовался услугами переводчика. Зияд Сабсаби, ему переводился арабского языка. То есть, этот человек, которого они называют ученым-богословом, не знал даже арабского языка. И я также показал те призывы, которые он делал, те его проповеди. Это были все призывы о убийстве, о уничтожении кого-то. В общем, этот ролик лежит у меня на канале, вы можете его пересмотреть. Я хочу напомнить кадыровцам об этом моем вопросе. Вы так и не показали, ваша пропаганда так и не ответила. Вы не показали нам ни одной проповеди Кадырова-старшего, где он какие-то религиозные вопросы бы разбирал, чтобы он проповедовал что-то, кроме убийства и уничтожения, кроме насилия, чтобы он что-то проповедовал. Я еще раз хочу вам напомнить этот свой запрос. Давайте покажите нам хотя бы одну проповедь Ахмата Кадырова, религиозного человека, ученого шейха-богослова, как вы его называете, где докажите нам и докажите своим сторонникам, людям, которые вам верят, которые верят, что он был ученый-богослов. Покажите им хотя бы одну работу Ахмата Кадырова. Покажите одну книгу, один религиозный труд, оставленный после себя Ахматом Кадыровым. Покажите хотя бы одну проповедь, которую он прочитал. В конце-то концов покажите хотя бы, что он знал арабский язык, хотя бы это докажите нам. Покажите хоть одну видео или аудиозапись, где Ахмат Кадыров свободно общался бы на арабском языке с арабами. Покажите хотя бы этот момент докажите, остальное мы ладно как-нибудь сами додумаем эту картину, как бы сами составим, что-то там сделаем. Покажите, докажите нам, что он знал арабский язык. Также я хочу напомнить Иудову о том, что в 2019 году ты, дорогой дружок, объявлял мне кровную месть после моих слов о том, что Ахмат Кадыров является предателем и я презираю его память. Эти слова я высказал тогда в разговоре с Максимом Шевченко, вышедшим со мной в эфир для того, чтобы как-то защитить вас от вашего имени, он со мной разговаривал. И я тогда сказал эти слова, и они настолько глубоко вас ранили тогда. Видимо, на тот момент еще как-то непривычно вам было слышать подобное. Сейчас вы уже наслышаны, сейчас вы уже легче воспринимаете такие высказывания, но тогда это было для вас очень странно и шокирующе. И ты, Иудов, тогда объявил мне кровную месть. Я тебе напоминаю, что после этого прошло уже два с половиной года. В марте месяце, в марте 19-го ты мне объявил. Сегодня у нас октябрь 2021-го. Я, как ты видишь, до сих пор жив. Ты тогда говорил очень такие высокопарные слова. Мне ты говорил, что если там с тобой что-то произойдет, ты там что-то кашленешь даже, имея в виду, что я несу за это ответственность. Теперь проверяй дверь, когда ты ее закрываешь. Когда ты дома ложишься спать, думай, закрыл ли ты дверь. Говорил ты мне. После этого даже ты прислал человека, чтобы он меня убил. Но твой человек потерпел фиаско. На твой день рождения ты должен был получить приятный подарок, но получил неприятный от меня. Извини меня, конечно, за это. Твоего чувака я отправил в тюрьму. Он сейчас отбывает наказание. 12 лет. Так что я тебе напоминаю про твое обещание. Обещание нужно выполнять. Либо откажись от этого, скажи, погорячился, был на эмоциях из-за своей большой любви к Ахмату Кадырову. Я тогда высказался, но погорячился, поторопился. Простите меня, беру свои слова обратно. Еще хотел тебе, Иудов, напомнить про наш с тобой последний разговор. Ты тогда говорил, я за твои слова, я заставлю там ответить твоих родных. Ты можешь мне сделать так, чтобы я этого, типа, ты можешь это предотвратить. У тебя есть мужество не позволить мне это сделать, говорил ты. Я же тебе тогда сказал, максимум, что ты сделаешь, ты напряжешь моих родственников. Ты сделаешь там с ними все, что ты захочешь. И после этого ты возьмешь букет цветов и станешь перед матерью Кадырова, перед женой Кадырова, или дочерью Кадырова, сестрой Кадырова, станешь их поздравлять. Или перед памятником псковским десантникам, или там Ахмату Кадырову, ты станешь свинком цветов. Это максимум того, что ты сделаешь. И ты действительно напряг моих родственников. Всех по отцовской линии, по материнской, родственников и жены. Никого только ты там не напряг. Ты сделал все, что было в твоих силах. Но заткнул ли ты меня этим самым, Иудов? Как-нибудь смог ли ты повлиять на меня? Ты видишь какие-то изменения в моих высказываниях, в моей речи? Может быть, в моей мимике? Может быть, я стал как-то более сдержанным? Может, я стал выбирать выражения? Что-то тебе удалось, чего-то достиг ты этими своими методами? Ты вообще анализируешь подобные вещи? Ты можешь как-то смотреть, есть результат в твоих действиях? Ты видишь какой-нибудь результат? Ты его не увидишь, Иуда. Это тоже тебе напоминание о том, что все, что вы делаете, это все тщетно. Я больше тебе скажу, все, что вы на протяжении этих пяти лет делали, это все играло только мне на пользу. Вы совершали какие-то действия, и эти действия приносили мне пользу. Вы надеялись, что тем самым вы мне навредите. Но вместо вреда вы мне помогали. Посмотрите, что бы вы ни делали. Вы попытались меня убить. На момент, когда вы меня пытались убить, я находился под депортом в Швеции. Я был нелегалом. Я скрывался от шведских властей. Вы совершили на меня нападение. Попытались меня убить. Но вы меня не только не убили. Вместо этого я человека, присланного вами, обезвредил, передал его в полицию, и он сейчас отбывает свое наказание. А я получил статус беженца в Швеции. Долгожданный документ, который я не мог получить в нескольких странах. Даже эта попытка меня убить, она в итоге сыграла мне на пользу. И вам во вред. Вы меня в свое время похитили. В 2015 году вы меня похитили из-за моей бороды, из-за моих убеждений, из-за того, что я вас презираю, из-за того, что я религию не так исповедую. Вы меня похитили. Попытались за счет этого заработать какие-то свои дивиденды. Ислам Кадыров хотел представить это все перед Рамзаном Кадыровым, показать это по местному телевидению, и получить за это по плечу от Рамзана Кадырова, став перед ним таким хорошим парнем, сделавшим результат, обнаружившим какую-то там ячейку, какую-то партию каких-то людей, которые пытаются государственный переворот в Чечне совершить. Он хотел получить пользу. А что в итоге он получил? Что в итоге, вот сейчас, в 2021 году, что вы имеете? Лучше попытайся проанализировать, собери всю эту свою шушеву, людей, которые более-менее у вас умеют размышлять. Сядьте, составьте график, посмотрите все действия вами предприняты, и к чему эти действия вас привели. Проведите этот анализ, сделайте выводы у себя внутри. Можете это не оглашать. Для себя чисто пообщайтесь, посмотрите, к чему в итоге вы пришли. И задумайтесь, почему так происходит? Кто является, кто стоит за всем этим? Кто делает так, что все, что вы делаете, оборачивается против вас и в мою пользу? Кто стоит за всем этим? Всевышний Аллах стоит за всем этим. Я тебе подскажу, Иудов, Кадыров, что бы вы ни делали, Аллах это все оборачивает против вас. И это причина для того, чтобы вы немножко предзадумались, поразмышляли над этим. Стоит ли вам продолжать подобные действия? Неужели вы надеетесь, что вы сможете выйти победителями в борьбе со Всевышним Аллахом? Вы же, пытаясь совершать какое-то зло, вы объявляете войну Всевышнему Аллаху, Господу миров. Неужели вы думаете, что вы выйдете победителями в борьбе со Всевышним Аллахом? Это так, просто пища к размышлению, что бы вы не подумали, когда вы это все проанализируете, что бы вы не подумали, что это от того, что Тумсо такой умный и гениальный. Нет, Тумсо обычный вообще парень, который никогда в своей жизни, в 2014, и не думал, что он будет заниматься этой деятельностью, что когда-либо я попаду в Интерпол, смогу себя снять с Интерпола. Сколько вот таких вот действий, да? Вы меня объявляли в розыск Интерпол, это должно было создать мне колоссальные проблемы. Это действительно, в принципе, это мне создало, но конечный результат какой? Это тоже сыграло мне на пользу. Сегодня с этого процесса, можно сказать, начался ваш крах в этом международном институте. Сколько сегодня дел выигранных в Интерполе, сколько снятых с розыска чеченцев. И так в каждом деле, в каждом, куда бы вы ни тыкались. Поэтому это ведь не от того, что я такой умный или гениальный. Это от того, что Всевышний Аллах все ваши козни оборачивает против вас самих. Короче, подумайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!